Ну вот давайте мы с вами посмотрим на некоторые ясные примеры. Для того, чтобы нам с вами проще было это делать, откройте, пожалуйста, ваши Библии. Вы будете смотреть на текст в синодальном переводе, а я буду читать текст, как он звучит в переводе «Нового мира». Заранее хочу сказать, что переводы они все-таки делали с разными людьми, поэтому они в целом звучат немножко по-разному. Важно, чтобы мы обращали внимание на те реальные различия, которые между ними есть. То есть не различия какие-то внешние, немножко разные использованные слова, а именно принципиальные различия, которые внесены в текст. Для начала давайте посмотрим на несколько случаев, когда свидетели Иеговы просто откровенно добавляют слова в текст Писания. Первый момент или первый отрывок, который посмотрим, послание к Колоссянам, 1 глава, 15 и 20 стих. Итак, свидетели Иеговы пишут. Он, то есть Христос, образ невидимого Бога, первенец из всего творения, поскольку посредством Его сотворено все остальное на небе и на земле, видимое и невидимое, будь то престол или господство, или правительство, или власти, все это было сотворено через Него и для Него. И Он есть прежде всего, и все остальное начало существовать через Него. И Он глава тела собрания, Он начало первенец из мертвых, чтобы стать Его первым во всем, потому что Богу было угодно, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и через Него вновь примирить с собой все остальное на земле или на небе, заключив мир посредством крови, пролито им на столбе мучений. Как я думаю, вы уже поняли, свидетели Иеговы несколько раз вставляют в греческий текст слово «остальное». Почему эта ставка очень важна для них? Дело в том, что свидетели Иеговы считают, что Христос является творением, Бог его сотворил. Если греческий текст или если библейский текст говорит, что Христос сотворил все, то получается, что Он сотворил самого себя. И для того, чтобы избежать такого видимого логического ляпа, свидетели Иеговы вставляют туда слово «остальное». И для того, чтобы объяснить или оправдать эту вставку, они говорят о том, что греческое слово «все», оно изначально предполагает как раз значение «все остальное». На самом деле это неправда. В качестве примера свидетели Иеговы ссылаются на стихи, такие как стих Евангелия от Луки, 13 глава, 2 стих. В этом стихе сказано, Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилея были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Помните, там речь была про башню, которая упала на людей. Свидетели Иеговы говорят о том, что в этом тексте слово «всех» как раз и подразумевает всех остальных. Думаете ли вы, что эти галилея не были грешнее всех остальных галилеян, что так пострадали? Значит, здесь возникает такая ситуация. Дело в том, что слово «все» на самом деле переводится как «все» и означает тоже «все». Иногда, исходя из контекста, исходя из окружающих слов, для того, чтобы было более ясно, о чем идет речь, можно добавить в текст слово «остальные». И иногда так и происходит, для того, чтобы лучше было понятно, о чем идет речь. Но когда святели Иеговы добавляют слово «остальные» в послание к колоссянам, они это делают не исходя из контекста, а исходя из собственных соображений. И поэтому контекст приобретает совершенно другое значение. Да, вот, сами посмотрите, если мы вставляем в Евангелие от Луки 13.2 слово «остальных», текст абсолютно не меняется, он остается тем же самым. Смысл совершенно прежний. Когда мы вставляем слово «остальное» в послание к колоссянам, текст приобретает совершенно другое значение и совершенно другой смысл. И здесь есть еще одна такая скрытая неприятность, скрытый аспект, неприятный для святели Иеговы. Дело в том, что у святели Иеговы есть такой прием, когда они вставляют, переводчики перевода «Нового мира», вставляют в текст какое-то слово от себя, для того, чтобы немножко пояснить текст, то, что у нас в синодальном переводе изображается курсивом. Курсивом изображаются слова, которых нет в оригинальном тексте, которые переводчики добавили для пояснения. Света Иегова это изображают с помощью квадратных скобочек. Слово выделяется в такие квадратные скобочки. Когда Света Иегова издали первое издание «Перевода Нового мира» на английском языке, во всем тексте «Перевода Нового мира» ни одной квадратной скобочки не было. То есть те слова, которые переводчики добавили в текст, они были неразличимо соединены со всем остальным текстом. Такое ощущение, что весь перевод Новомира представляет собой только слова оригинальных авторов. В том числе и те слова, которые переводчики добавили. Христиане возмутились этим фактом, особенно по поводу таких стихов, как Колоссянам 1, 15, 20. И свидетели Гоу в последующих изданиях были вынуждены добавить квадратные скобочки, чтобы обозначить ясно, недвусмысленно те слова, которые были добавлены для связи переводчиками. Однако в последние годы произошло что-то непонятное. Где-то начиная с начала 2000-х годов из переводов на национальные языки вновь скобочки исчезли. То есть сегодня, когда вы смотрите на перевод Новомира, тут опять этих квадратных скобочек нет. И поэтому, когда человек читает этот текст, у него возникает ощущение, что фраза «все остальное» является на самом деле оригинальным библейским текстом. У него нет никакого инструмента, который показал бы ему, что это добавка, вставленная в текст, переводчиками, создателями перевода Новомира. Понимаете, о чем я говорю? То есть мало того, что свидетели Гоу добавили это слово в текст, изменив тем самым его значение, они еще и в последних изданиях перевода Новомира добавляют его таким образом, что сам факт этой вставки абсолютно не очевиден. Такое ощущение, как будто это слово всегда там было. Давайте посмотрим на еще один пример. Послание к римлянам, 8 глава, 23 стих. Римлянам, 8 глава, 23 стих. В периоде Новомира этот стих звучит таким образом. «К тому же и мы сами, имеющие первые плоды, то есть дух, да, мы сами стонем в себе, с нетерпением ожидая усыновления, освобождения от наших тел выкупа». В нашем синодальном переводе сказано, что мы ожидаем искупления тела нашего. То есть в синодальном переводе мы ожидаем, что мы будем воскрешены в теле, которое будет искуплено, прославлено и очищено. Свидетели Гоу, поскольку они верят, что весь Новый Завет был прежде всего написан к помазанникам, которые будут воскрешены как духовные существа, не обладающие телом, они говорят о том, что этот стих надо читать как «люди, которые будут избавлены от тел». То есть они после воскресения телами обладать не будут. Греческий текст, который стоит за этим стихом, на самом деле говорит, вполне ясно и однозначно, о том, что речь идет об искуплении нашего тела. Об искуплении нашего тела. И существуют параллельные места, которые достаточно однозначно это доказывают. Еще один текст, на который посмотрим, это та же самая восьмая глава послания к римлянам, 28 стих. Римлянам 8, 28. «Мы же знаем, Бог делает все свои дела так, чтобы они содействовали благу любящих Бога». В нашем переводе и в оригинальном библейском тексте сказано, Бог во всем содействует ко благу, или Бог направляет все ко благу любящих Его. Свидетели Иеговы говорят, Бог делает все свои дела так, чтобы они содействовали ко благу любящих Бога. Понимаете разницу, да? Достаточно заметно. В переводе «свидетели Иеговы» не все содействует ко благу, а только те дела, которые сам Бог делает, они содействуют ко благу верующим. Разница достаточно принципиальная, тем более, что оригинальный текст означает именно то, о чем говорит синодальный перевод. Еще один пример – это первое послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо они пили из духовной скалы, которая следовала за ними, и скала эта представляла Христа». Не была Христос, а представляла Христа. Понятно, почему это важно для свидетелей Иеговы. Потому что если Христос уже в Ветхом Завете был среди народа Израилева, значит, получается, что он не был архангелом Михаилом. Потому что свидетели Иеговы считают, что он стал тем, кто он был, только при крещении, только при пришествии на землю. Соответственно, они решают свою проблему с своим богословием тем, что добавляют в текст слово «представляла». То же самое они делают, когда пишут про причастие. Они говорят о том, что эта чаша есть моя кровь, а этот хлеб есть мое тело. Они говорят, что эта чаша представляет мою кровь, а этот хлеб представляет мое тело. Вопреки тому, что в библейском тексте ясно сказано, что это есть тело мое, это есть кровь моя. Первое послание к Оримфинам, 14 глава, с 14 по 16 стих. Для того, чтобы понять правильно, о чем здесь идет речь, необходимо иметь в виду, что свидетели Иеговы не верят, что у человека есть некий дух, который способен на личностные проявления. Дух человеческий, по учению свидетелей Иеговы, это просто некая животворная энергия, которая присутствует в каждой клетке нашего тела. То есть, просто некая типа электрического тока или магнитного поля. То есть, она субстанция, можно сказать, сила. Она не может петь, не может молиться, не может чувствовать ничего. Ну и здесь, соответственно, у них возникает необходимость как-то объяснить то, о чем пишет апостол Павел. Объясняют это они таким образом, с 14 по 16 стих. «Ибо если я молюсь на языке, то молится дарованный мне дух, а ум мой бесплоден. Что же делать? Буду молиться не только дарованным духом, но буду молиться и умом. Буду петь хвалу не только дарованным духом, но буду петь хвалу и умом. А если ты возносишь хвалу дарованным духом, то как тому, кто занял место человека непосвященного, сказать аминь на твои слова благодарности, когда он не знает, о чем ты говоришь?» Четырежды в этот текст вставлено слово «дарованным», которого в оригинальном греческом тексте нет и быть не может. Без всяких квадратных скобочек. Просто откровенно добавлено слово, которое подгоняет этот текст под требования учения свидетелей Иегова. Свидетели Иегова не только вставляют в библейский текст слова, которые считают необходимыми. Иногда они еще и выкидывают из библейского текста слова, которые однозначно есть в греческом тексте. Давайте посмотрим на послание к римлянам, 8 главу, 1 стих. Здесь нам с вами необходимо сделать одно очень важное пояснение. Дело в том, что наш синодальный перевод делался очень давно, в конце 19 века. С тех пор, как вы знаете, были найдены более древние рукописи, и наше представление о том, что является достоверным текстом писания, немножко изменилось. И, соответственно, в современных переводах иногда текст писания выглядит немножко иначе, чем текст Библии, изданный в 19 веке. Так вот, в современных переводах сам по себе текст 1 стиха, 8 главы, он звучит в половину короче. Достоверная часть этого стиха звучит таким образом. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Да, остальная часть, она появляется только в поздних рукописях. В ранних ее нет. Так вот, что делают святели Иеговы? Они берут вот эту половину, которая однозначно есть в самых ранних рукописях, и из нее выкидывают еще одно слово, которое есть во всех греческих манускриптах. Это слово «ныне». В их переводе этот текст звучит таким образом. «Потому тем, кто в единстве с Христом Иисусом, нет осуждений». Почему они выкидывают слово «ныне», можно только догадываться. Видимо, потому что святели Иеговы считают, что любое оправдание и спасение, которое у них есть, оно дается им авансом. То есть, на самом деле, они получат его окончательно только после смерти, если останутся верными Богу Иегове до конца. И поэтому, в принципе, как бы под осуждением сейчас на земле находятся все. А вот там уже, когда они окончательно придут в то место, которое Бог приготовил, там уже с осуждением что-то будет сделано. Такая вот любопытная деталь. Еще один интересный аспект перевода нового мира – это то, как они переводят предлоги, греческие предлоги. Вообще, перевод греческих предлогов – это одна из самых сложных тем в переводе греческого текста. Но если даже опустить на минуту все сложности, которые связаны с этим вопросом, то святели Иеговы просто элементарно непоследовательны в том, как они переводят глаголы, как они переводят предлоги. При помощи игры в перевод предлогов они придают тексту иногда совершенно иное звучание. Вот, например, 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Здесь тоже немножко сложный момент, поэтому давайте внимательно посмотрим на текст синодального перевода. В синодальном переводе сказано «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». То есть, этот стих вроде бы в синодальном переводе говорит о божественности Христа. И часто христиане ссылаются на него. На самом деле, греческий текст, он немножко менее однозначен, потому что там звучит текст таким образом. «Да познаем Бога истинного и да пребудем в истинном, в Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И здесь возникает такая легкая двусмысленность. Кому относить последнюю часть стиха? К Отцу или к Сыну? Свеятели Иеговы для того, чтобы устранить эту двусмысленность в свою пользу, они изменяют значение предлогов. Вернее, не то чтобы изменяют, но переводят их по-разному. И получается такая замечательная картина. «И знаем, что Сын Бога пришел и дал нам разум, чтобы мы познали истинного. И мы в единстве с истинным через Его Сына Иисуса Христа». Всякая двусмысленность пропадает и Богом называется Бог-Отец. То есть не сын, а отец. В данном случае Светилю Иеговы для того, чтобы устранить предлоги в одном и том же тексте, в соседних буквально фразах, перевели один и тот же предлог совершенно разными способами. Из-за этого значение текста поменялось на совершенно противоположное. То есть не просто подогнали текст под то, что им хотелось там видеть. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Еще одна особенность перевода «Нового мира» заключается в том, что они периодически переводят некоторые слова в Писании так, как они сами считают правильным, безотносительно к контексту и к их настоящему значению. И слова, и целые фразы в библейском тексте. Вот, например, один отрывок, объяснение которого я у Свети Иеговы так и не нашел. То есть у Свети Иеговы на самом деле есть несколько человек, которые занимаются тем, что отстаивают правильность перевода «Нового мира». Это люди, которые знают греческий язык, которые знают еврейский язык, которые достаточно большие книжки пишут в защиту этого периода. Я их читал, я знаю, о чем они говорят, я все равно уверен, что это не оправдывает то, что Свети Иеговы здесь делают. Но суть не в этом. Дело в том, что ни в одной из книжек, которые я нашел по этому поводу, написанному Свети Иегову, не было ни одного разумного объяснения того стиху, который я вам сейчас покажу. И на мой взгляд, объяснить то, что Свети Иеговы с этим стихом сделали, вообще невозможно в рамках человеческой логики. Потому что он переведен просто вне всякого разумного отношения к греческому тексту. Первое послание Петра, первая глава, одиннадцатый стих. В переводе «Нового мира» мы с вами читаем. «Они, то есть пророки, исследовали на какое именно или на какого рода время указывал в связи с Христом бывший в них дух, когда свидетельствовал наперед о страданиях, уготованных к Христу». Нас с вами интересует вот эта фраза «Указывал в связи с Христом бывший в них дух». Как вы видите, в синодальном переводе нет ничего похожего. И на то есть совершенно простое объяснение. Дело в том, что греческая фраза «пневмо Христу» буквально переводится как «дух Христов». Иначе эту фразу перевести абсолютно невозможно. Но святели Иеговы верят, что дух святой исходит только от Бога Отца. Сама вот эта идея духа Христова, она абсолютно противоречит их богословию. И поэтому они вопреки всему греческому тексту выстраивают абсолютно неудобоваримую конструкцию на английском и русском языке, которая идет вопреки всему, что в этом стихе вообще сказано. Вопреки самой логике человеческой. Они говорят, на какого рода время указывал в связи с Христом бывший в них дух. Интересно, что в 8 главе послания к римлянам тоже использована фраза «пневмо Христу». И в этом случае, римлянам 8.9, они эту фразу переводят совершенно правильно, так как она должна звучать на самом деле. В римлянам 8 глава 9 стих они пишут. «Но вы живете не по плоти, а по духу, если дух Бога на самом деле обитает в вас. Но если кто не имеет духа Христа, то он и не принадлежит ему». Возникает вопрос, почему они в первом послании Петра таким уродливым способом уходят от перевода фразы «пневмо Христу», как она должна быть. И почему они в послании к римлянам переводят его так, как она на самом деле и звучит, так как она должна звучать. Дело в том, что в послании к римлянам эту фразу можно иначе истолковать. Можно объяснить смысл такой, что кто не имеет духа Христа, в том отношении, что у кого нет любви Христа, у кого нет отношения Христа, у кого нет веры Христа. Понимаете, да? То есть духа в таком образном смысле, некого духовных проявлений, похожих на Христа. А в первом послании Петра 1.11 того же сделать невозможно, потому что о духе Христовом говорится как о конкретном действующем субъекте, как о личности. И поэтому свидетелям ИГУ приходится одну и ту же фразу в послании к римлянам переводить буквально, а в первом послании Петра предпринимать совершенно невероятные усилия для того, чтобы избежать того, что библейский текст на самом деле говорит. Очевидно? Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Давайте посмотрим еще на один стих, и это, наверное, один из самых замечательных примеров того, что свидетели ИГУ явно искажают библейский текст и продолжают это делать до сих пор. Евангелие от Матфея 25.46 – это последняя фраза по учению Христа о овцах и козлах. Помните, когда Господь разделит перед собой все народы на овец и козлов. И в нашем синодальном переводе, как, кстати, и в библейском тексте, мы с вами читаем очень простую и ясную фразу. «И пойдут сии, то есть козлы, в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В 2001 году свидетели ИГУ перевели на русский язык свой Новый Завет в переводе «Нового мира». И в том издании мы с вами читаем следующий вариант перевода этого стиха. «И пойдут они, то есть козлы, в вечную отрезанность, а праведники в вечную жизнь». Не в вечные муки, а в вечную отрезанность. Каким образом свидетели ИГУ объясняют это толкование? Они говорят, что греческое слово, которое использовано в этом месте, оно использовалось для обозначения подрезки ветвей в саду. Когда садовник идет и подрезает кончики у ветвей, то же самое слово использовалось в греческом языке для описания этого процесса. И они говорят о том, что ни о каких вечных мучениях речи быть не может. Бог, как они говорят, не садист, не мучитель. Он просто навсегда человека отсекает. Человек исчезает, и больше его нет. Он не существует совсем. Беда, однако, заключается в том, что это слово или однокоренные слова встречаются на всем протяжении Писания несколько раз. И каждый раз свидетели ИГУ переводят эти слова по-другому в переводе нового мира. Давайте посмотрим. В первом послании Иоанна, 4 глава, 18 стих, где сказано «в страхе есть мучение» в русском переводе, свидетели ИГУ переводят это же самое слово глаголом «сковывает». Страх сковывает. Если мы с вами посмотрим на стих Деяния 4, 21, то там они переводят однокоренной глагол словом «наказать». Наказать. А вот когда во втором послании Петра, 2 глава, 9 стих, это слово опять употребляется примитивно к вечной участи нечестивых, они снова используют глагол «отрезано». То есть одно и то же слово, один и тот же корень, когда речь идет о земной участи людей, то есть наказание временное какое-то, они переводят его словами «скованы» или «сковывает» и «наказать». А когда речь идет о вечной участи, они используют глагол «отрезать» или слово «отрезано». Одно и то же слово переводится совершенно разными способами. Помните, когда они говорят о том, что они выбирают одно значение для ключевого слова и постоянно используют его для сохранения смысла? Вот в этом случае они поступают прямо противоположным образом. Они одно и то же фактически слово переводят тремя разными способами, причем совершенно явно именно так, чтобы это не создавало проблем для их богословия. Однако творческая мысль «Веятель Легова» на этом не остановилась. В 2007 году они издали новый вариант, в котором они вообще перевели вот этот вот последний стих 25-46 совершенно иным образом. Вообще вне всякой связи с греческим текстом. То есть там, я сейчас не помню дословно, там сказано примерно так, а вот эти все погибнут, или эти все будут истреблены, а праведники будут иметь вечную жизнь. То есть там вообще текст пересказан, перефразирован полностью. Самое интересное, что когда мы смотрим на английский текст, который до сих пор у них стоит на официальном сайте, там до сих пор перевод тот, который был в первом варианте русского перевода 2001 года. То есть тот перевод, который появляется в новом издании перевода «Нового мира», он вообще непонятно откуда взялся. Он сейчас противоречит официальному тексту, который есть на сайте официальном «Свете Леговой». И здесь возникает вопрос, либо они готовят новую редакцию перевода на английском языке, и русский перевод вышел раньше, либо это просто какая-то самодеятельность переводчиков на русский язык. Но если сегодня они к вам придут и покажут вам свой нынешний перевод «Нового мира», вы посмотрите на этот отрывок, увидите, что он совершенно отличается от того, что Библия в действительности говорит. Библия в тебе Yeah! Субтитры подогнал «Симон»